Здравствуйте, Геннадий! Геннадий тут, отлично, сейчас я сразу присоединяю. Супер! Получилось ли или нет? Так, отлично, здравствуйте, Геннадий! Здравствуйте, да, техническая сторона пройдена удачно. Так, меня слышно хорошо? Да, что беспокоило себя за эту часть, хорошо, так. Хорошо, я вас вижу, я вас слышу. Надеюсь, что все наши участники, которые сейчас тоже присоединятся, будут хорошо видеть и слышать. Я благодарю вас за то, что вы к нам сегодня присоединились. Ну и сразу начнем, да, чтобы не терять время, потому что я надеюсь, что сейчас и ваши подписчики присоединятся, и потом мы все сохраним, поэтому все смогут посмотреть и сразу начнем. Ну, в общем, я хочу сказать, что, конечно же, Геннадия Белявского не нужно представлять для тех, кто сейчас нас смотрит, но все-таки я несколько слов скажу для тех, кто будет дальше присоединяться. Геннадий, психолог, таролог, исследователь эзотерики, и что очень-очень важно, и что, мне кажется, одним из таких интересных моментов с точки зрения научной. Да, Геннадий, вы рассматриваете эту тему. Вы могли бы буквально несколько слов рассказать о себе, о том, на что сейчас направлено ваше исследование для всех, кто к нам потом тоже присоединится и будет смотреть эфир? Да, всем добрый вечер. Хочу сказать сразу слова благодарности Яне за то, что она все это организовала, потому что я, занимаясь исследованиями, я очень редко появляюсь в соцсетях, к сожалению. Я вот не слежу совсем за тем, что происходит, и вот мне такая помощь была очень необходима для того, чтобы сейчас пообщаться со всеми. Таро представлено нынче очень широко, и очень сложно говорить о том, что есть некое единое направление в этой системе знаний, поэтому вот сколько тарологов, на самом деле столько и точек зрения и подходов вообще к использованию карт. И, конечно, есть традиционное деление, скажем так, на эзотерический, магический подход к таро, да, с одной стороны, а с другой стороны, больше такой психологический подход, да, то есть когда карты таро, они очень здорово и сильно связываются с различными психологическими парадигмами. Я скорее больше относил бы себя ко второй категории тарологов, но при этом даже в той же психологии я все равно преследую такую свою собственную цель посмотреть, что из таро можно было бы научно обосновывать. То есть это, конечно, не наука в чистом виде, потому что, ну, все-таки наука и эзотерика, они не очень пока дружат и не очень хорошо совместимы, но некоторые научные инструментарии, да, кое-какие методы, которые там есть, мы могли бы использовать для того, чтобы, ну, проверять гипотезы какие-то, которые есть в картах таро. Поэтому даже вот в сегодняшнем разговоре я точно буду ссылаться на какие-то исследования, которые мы делали за последние три года. если слушатели хотят, они могут на моем сайте найти их в архиве. В частности, это будет Делфийский эксперимент, который мы проводили в 2019 году среди практиков таро, то есть как сами практики таро оценивают свою работу, то есть как они понимают, чем они занимаются. И следом за этим было второе исследование, это перепись таро-практиков в русскоязычном сообществе, где мы собирали общую демографию тарологов, то есть кто такие тарологи, кем они представлены, откуда они, из каких стран. Ну и там была целая череда вопросов, которая помогла определить какие-то интересные категории вопросов. Отлично. Наш эфир, на самом деле, сегодня появился, потому что я, Геннадий, о вас узнала через книгу, когда я начала тоже смотреть немного про таро, естественно, я нашла вашу книгу. И когда начала читать ваш подход, он мне настолько откликнулся, что я, конечно же, сразу нашла вас в Инстаграме, и потом я состою в нескольких группах, где говорят об эзотерике, о разных направлениях. И я думаю, что сегодня то, о чем мы будем говорить, в принципе подходит, да, не только для тарологов, в принципе для всех эзотериков. И я хочу сказать, что в связи с тем, что тема эзотерическая становится такой популярной сегодня, все больше и больше людей занимаются и идут в это направление, возникает очень много вопросов. Может быть, в частности, у начинающих, может быть, и у продолжающих тоже. И я столкнулась с тем, что много есть вопросов на тему, что можно, чего нельзя делать, да, например, занимаясь таро или любыми другими направлениями, в частности, что безопасно, что небезопасно, да, как себя обезопасить от каких-то вещей. То есть, и поэтому я, когда начала читать такие вопросы, я сразу же подумала о вас, потому что что-то, о чем-то я читала, что вы говорите в своих книгах, и, конечно же, есть много еще, да, чего вы можете нам сегодня рассказать. И поэтому мы сейчас, я предлагаю, дадим Геннадию слово, чтобы он сказал с точки зрения этой темы, этика, да, и безопасность практика, эзотерика, таролога. И, пожалуйста, пишите вопросы ваши. Может быть, у вас есть какие-то конкретные вопросы. Я буду все следить, и будем задавать их Геннадию. И очень благодарны за ответы там тоже. Пожалуйста, Геннадий, вам слово. Мы вас слушаем внимательно. Да, спасибо. Я постараюсь потом, да, на все вопросы ответить. Ну, тема этики сама по себе, с одной стороны, проста. Почему? Потому что это слово знают все. Ну, все знают, что есть такое слово, все понимают, что бывает некоторое этичное отношение поведения, бывает несколько неэтичное отношение. Но когда речь заходит действительно об эзотерических практиках, не очень понятно, что это такое. То есть, когда мы говорим про этику. И, конечно, мы можем с вами какие-то сейчас взять серьезные научные определения того, что такое этика. Например, раздел философии. Но думаю, что это нас сейчас очень здорово запутает. Мы уйдем в дебри, и станет наш разговор не сильно интересным. Поэтому я предлагаю вообще посмотреть на это понятие с очень-очень простого ракурса. То есть, этику мы можем с вами рассматривать как заботу об отношениях с кем-то. То есть, предположим, мы вступаем в отношения. Мы сейчас посмотрим, с кем таролог на самом деле вступает в отношения. Исходя из этого, мы можем рассматривать этику как его волнение или его забота о том, чтобы этот контакт сохранился и чтобы он был безопасен для всех участников данного контакта. И тогда, примительно к тарологу, мы можем говорить, что таролог, он, с одной стороны, находится в контакте с инструментом или с системой. И тогда это одна история. С другой стороны, он находится в отношениях профессиональных с коллегами. Это вторая история. Ну и третий ракурс здесь будет, собственно, непосредственно консультирование. То есть, когда мы находимся в отношениях профессиональных с нашими клиентами. И вот мы тогда можем рассматривать этику и вопросы безопасности именно вот с этих трех направлений. Можем в таком же порядке начать это все рассматривать, потому что, в принципе, это достаточно удобно. И вот первое, да, если мы говорим про инструмент, мы сразу натыкаемся на такой важный вопрос, а как мастер или практик понимает саму систему? То есть, что для него такое таро? Потому что, как я уже до этого сказал, все-таки подходы очень разные. И у нас существует на сегодняшний день такое условное разделение всех практиков на две большие категории. То есть, у нас есть более эзотерическое или магическое таро. И есть, с другой стороны, более психологическое, светское таро. Если мы говорим, допустим, про эзотерическое таро, то тогда, конечно, речь о безопасности становится гораздо более... Ну, разговор про безопасность становится гораздо более важным, потому что мы вроде бы как входим в сферу, где существуют высшие силы, где существуют тонкие миры, где существует некое взаимодействие, которое можно называть метафизическим. И, конечно, тут вроде бы как должны существовать вопросы безопасности. То есть, когда мы просто берем карты в руки, когда мы начинаем их раскладывать, то есть, что непосредственно происходит. Вот здесь я хотел бы сразу сделать отсылку на это исследование Делки-эксперимента, потому что мы задавались участникам, которые являются, в общем-то, давно практикующими тарологами, такой вопрос. То есть, что является каналом? То есть, или источником точнее, откуда мы получаем информацию, когда мы работаем с картами? Вполне было неудивительно получить огромное многоголосие ответов, потому что нет единого мнения или нет единой теории, которая бы на сегодняшний день объединила всех тарологов, чтобы все сказали, что непосредственно вот из этого источника мы получаем информацию. На самом деле, если анализировать анкеты того исследования, можно сказать примерно следующую вещь, что чем более абстрактно формулирован источник, тем больше участников соглашались с ними. Чем более конкретно он формулируется, соответственно, тем меньше было согласия и больше было оспарено. Поэтому, если, допустим, таролог придерживается больше, например, каббалистической традиции, то понятно, что он будет называть источником информации какую-нибудь каббалистическую миру, как писали, допустим, в практике мир ЕСОТ. Они считают, что это источник получения информации. Более, скажем, теосовски настроенные практики, они говорят о том, что они считают информацию с хроник Акаши и так далее. В общем-то, дальше, исходя из того, из какой традиции магической либо мистической приходит таролог, он и живет, соответственно, согласно кодексу данной традиции. Поэтому в данном случае таро, конечно, не стоит рассматривать... Точнее, не то чтобы не стоит рассматривать. Здесь вот тоже есть еще одна такая тенденция интересная. Многие практики, они персонифицируют картой. Это даже видно, знаете, из того, как они, в общем-то, их раскладывают. Они раскладывают, вот если на YouTube смотреть некоторые ролики, говорят примерно следующую вещь. Карты скажите мне, пожалуйста, там, допустим, что будет, тогда-то, тогда-то, тогда. То есть разговор ведется непосредственно с картой. То есть карты как будто бы персонифицируются. И, в общем-то, если мы находимся в таком вот магическом подходе к картам, тогда, в общем-то, да, действительно вопросы безопасности становятся важными, но они не диктуются, опять-таки, всем тарологам одинаково. Здесь тогда зависит от того, у кого вы учились. Потому что школа, которая преподает таро, она должна была вам преподать в том числе и ту магическую традицию, в которой карты вам преподавались. Соответственно, там будут тоже какие-то правила поведения. И они уже, конечно, больше не про правила поведения, они, скорее, больше про правила безопасности. Чего можно делать, чего нельзя делать. Допустим, какие ограничения обычно вводятся. То есть из чего складывается ритуал раскладывания карт. Допустим, нужно ли, допустим, под карты подкладывать определенную там скатерть или ткань? Нужно ли зажигать свечу? Нужно ли делать какое-нибудь ритуальное омовение? Нужно ли, допустим, обкладывать стол амулетами? Ну и так далее. Там есть очень много различных моментов. И опять-таки, вот если мы говорим про то же исследование, которое было в формате Далфе-эксперимента, участники, на самом деле, здесь высказывают абсолютное согласие с любыми точками зрения. То есть нет единой точки зрения. Все говорят, вот как хотите, так, пожалуйста, и делайте. Потому что нет никаких стопроцентных рекомендаций, что это нужно делать всем. Это довольно интересно, потому что, несмотря на то, вот мы сейчас попозже говорим, что теоретическая часть почти не представлена Таро, вот тем не менее практика очень хорошо и очень подробно расписана. И здесь как будто бы у мастеров нет никакого сомнения в том, что каждый может делать то, что он считает нужным. Поэтому я бы еще здесь добавил, с точки зрения безопасности, если все-таки практик работает в магической либо эзотерической традиции, обязательно нужно опираться на то понимание безопасности, которое дикует традиции. Карта – это всего лишь инструмент в данном случае. Поэтому здесь вот, ну, тем более я как сам не являюсь приверженцем этой традиции, ну, мне немножко здесь сложно что-то говорить, потому что, ну, я правда не подкладываю какую-то ткань специальную, я не зажигаю свечи. И, ну, многие коллеги мои тоже не делают. И самое интересное, что даже в отчетах вот этих исследований они всегда все писали, что мы вот это делаем, но это не значит, что все остальные обязаны это делать тоже. Поэтому, когда мы говорим про вот эту вот магическую сторону самого ритуала Таро, здесь скорее очень важно понимать, это должно устраивать самого практика. Практик должен чувствовать себя безопасно, когда он это делает. Если, допустим, он не может раскладывать карты без того, чтобы на столе стояла зажженная свеча, ну, наверное, не стоит этого делать, потому что он просто не сосредоточится на работе, и его работа будет недостаточно глубокие качества. Если он готов работать без этого, он работает без этого. Поэтому еще раз подчеркну, здесь нет общих рекомендаций. Это если мы говорим про отношения именно с Таро как системой. Если мы перейдем ко второму ракурсу, второй ракурс – это коллеги. Здесь тоже не все очень просто, потому что эзотерика – весьма индивидуальная сфера знаний. Вот просто весьма индивидуальная. То есть понятие коллег в эзотерике – это надо еще очень сильно поискать, чтобы найти такие способы взаимодействия, где в эзотерике появлялись бы коллеги. Потому что обычно каждый практик работает сам. Вот непосредственно для его работы никто другой ему на самом деле не нужен. То есть он будет работать тогда, когда он считает нужным. Это не групповая деятельность, поэтому это не должно быть в виде какого-то контроля. Он взаимодействует только пока он учится, а потом, как правило, уходит в самостоятельное правило. Плавание точнее. Но, тем не менее, мир нынче довольно тесен. Пересекаемся мы все чаще. И вот тут я бы отметил, что есть на сегодня очень хорошие форматы работы, ну, взаимодействия, скорее, тарологов, такие как фестивали. Ну, вот, например, в Санкт-Петербурге ежегодно Алена Солодилова проводит замечательный фестиваль Тару, где собираются практики абсолютно различных направлений, где они имеют возможность обменяться опытом. С другой стороны, есть Наталья Плахина, является редактором журнала «Хроник Тару». Вот, допустим, тоже замечательная площадка, где коллеги могут, по-первых, почитать мнение друг друга о том, что такое карты, какие интересные новые видения у них есть относительно практики самих карт. И это тоже происходит как обмен опытом. Ну, и плюс ко всему, мы все довольно ярко представлены в социальных сетях. Так, мне кажется, у нас техническая проблема. Либо у меня, либо у Геннадия. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если можно. Есть ли видео? Потому что у меня зависло видео Геннадия. Да, да, да. Отлично. Появилось? Угу. Да. Я говорил о том, что тогда, если вот мы рассматриваем это с такого ракурса, здесь нет на самом деле очень большой разницы между Тарой и другими системами знаний. То есть вот то, что принято как правило хорошего тона и поведения в отношении любых других коллег, здесь принято то же самое в отношении Тарологов. То есть, ну что нельзя? Нельзя заниматься плагиатом. Нельзя нападать. Нельзя обесценивать. Стараться надо общаться в вежливом, уважительном тоне. То есть это вот то, что в принципе принято везде. Здесь Таро не является абсолютно никаким исключением. Похоже, поэтому здесь единственное, я бы, знаете, что добавил, что все-таки Таро как сообщество на сегодняшний день, на мой взгляд, оно только формируется. Опять-таки потому, что из-за индивидуальных особенностей этой практики. Мы только сейчас начинаем понимать, нужны ли нам коллеги, а если они нужны, то для чего они нам нужны, и каким образом мы можем взаимодействовать. Поэтому здесь вот можно тоже, на самом деле, если слушателям было бы интересно, поговорить о том, что каждая группа, она находится на определенной стадии развития, то есть и проживает определенные психологические процессы. Ну вот в психологии это принято называть, что есть стадия безопасности, то есть когда мы только знакомимся с друг другом и выясняем, кто вокруг нас находится. Дальше на следующей стадии конкуренции мы начинаем, собственно говоря, прояснять, кто чем обладает и, соответственно, кто в чем лучше, потому что группа должна распределить роли. Соответственно, один будет отвечать за одну сферу, другой за другую, и группа выстраивает некую иерархию. И только после того, как эти две стадии пройдены, наступает стадия сплоченности, то есть когда группа может выступать единым целым и делать что-то вместе. Относительно карт Таро здесь очень интересная история, потому что, похоже, наше сообщество пока скользит между первыми двумя стадиями, между стадием безопасности и стадией все-таки конкуренции, потому что вот конкурировать как-то этично и легко нам не очень получается, поэтому многие, начиная с Таро, попадая в большие группы и сталкиваясь с критикой, ну, допустим, более каких-то опытных коллег, они пугаются и начинают скакивать обратно. То есть получается такой, знаете, вот опять откат на зону безопасности. Поэтому здесь вот как будто бы мы пока еще не до конца продвинулись, знаете, есть вот такая даже тенденция или мнение, опять-таки, ну, из-за исследований, которые мы проводили, что мы где-то сейчас на такой подростковой немножко стадии развития находимся, как сообщество. Тут важно понимать не как отдельный практик. Практик отдельно, он может и выше быть гораздо. Но когда это группа специалистов, то есть очень много подростковых моделей поведения срабатывает. Вот. Ну и давайте про третий ракурс, да, то есть, ну, наверное, самый основной ракурс – это про непосредственное взаимодействие с клиентом. То есть что происходит, когда напротив нас садится другой человек? Потому что вот с точки зрения этики мы должны каким-то образом настроить всю практику таким образом, чтобы было безопасно ему, чтобы было безопасно нам, и чтобы вообще, ну, грубо говоря, клиент захотел эти отношения продолжить и чтобы он к нам вернулся. Учитывая, что это речь о консультировании, тут, наверное, не надо ничего нового изобретать, надо опираться на те правила, которые очень хорошо разработаны в психологическом сообществе, потому что они с этикой давно разобрались, вот, в отличие от торологов, потому что вот это то, что я не сказал в самом начале. На сегодняшний день, на самом деле, найти опубликованные этические правила для торологов крайне сложно. Их практически нигде нет. Об этом почему-то не пишут. У меня было в книге, потом было точно, вот есть замечательные авторы Нина Макаровна, Фролова, Константин Лаво, есть такое руководство по картам Таро, очень хорошая книга, там у них это прописано. И точно это можно почитать на сайте российского Таро Куба. Там, где эти правила написаны. Ну, допустим, когда мы это обсуждали на одном из круглых столов во время фестиваля, прозвучали такие точки зрения, что не может быть никого единого Таро Кодекса для всех, потому что, опять-таки, мы очень все разные. И как только мы начинаем пытаться прописывать какие-то общие правила, возникает очень много разногласий, очень много желаний отстоять свою независимость и уникальность. Поэтому, похоже, речь идет о том, что каждый торолог формирует некоторый свой личный индивидуальный кодекс правил. Говоря о клиентах, и опять-таки опираясь на психологию, что нужно сказать? Ну, во-первых, самое классическое правило – не навреди. Это вот то правило, которым руководствуется любой психолог. То есть мы должны стараться вести свою работу так, чтобы клиент от нас ушел, ну, как минимум, не разрушенный. Здорово, если нам удалось ему помочь. Здорово, если мы смогли донести какую-то очень важную для него информацию и даже, может быть, немножечко позаботиться о его психоэмоциональном состоянии. Но основная задача – все-таки стремиться вести наш диалог таким образом, чтобы клиент не повредился никаким образом. Дальше вот про это не очень хотят… Точнее, не то, что не хотят, а, скорее, не считают важным про это говорить, что есть такое общее правило, как конфиденциальность. Одно это общее правило в психологии и психотерапии, и второе желательно бы тоже, потому что все-таки, если мы работаем с клиентом один на один, то клиент ожидает, что то, что он рассказывает у нас на консультации, никуда дальше не пойдет. Не то, чтобы торовок прямо… Так, еще раз немножечко зависло. Я думаю, сейчас все обратно вернется. Подождем секундочку. И если вдруг, если меня хорошо слышно, если есть какие-то вопросы дополнительные, пожалуйста… Да-да. Я вроде опять завис, да? Да, чуть-чуть. Ничего страшного. Сейчас уже все… Я говорил о том, что бывают такие ситуации, когда, предположим, приходит клиент, а вслед за ним приходит вся его референтная группа. Причем они обычно не говорят об этом. Допустим, приходит дочка, а через какое-то там, допустим, пару дней приходит ее мама, и она не говорит о том, что она мама вот этой дочки, которая приходила три дня назад. Дальше происходят довольно интересные вещи. Они начинают задавать похожие вопросы. И хорошо, если у практика срабатывает по памяти, да, что он трактует одну и ту же ситуацию, только с двух разных ракурсов. И бывает так, что мама очень не против было бы выведать какую-то информацию о том, что спрашивала дочь. Напрямую она это не спрашивает, она это делает косвенно, и торовок может невозможно мне какую-то информацию выдать. Поэтому вот здесь все-таки надо следить за этим. И знаете, даже если клиенту лишний раз напомнить и сказать, что все, что он говорит здесь остается в этих стенах, и никто не будет без разрешения это где-то рассказывать. Разрешение это имеется в виду, если вы хотите этот случай представлять на конференции, что вы берете тогда специальный запрос у клиента на это. Клиенту, поверьте, будет спокойно. Вот. Дальше. Следующий момент, который тоже очень важен, это по поводу того, кто принимает решение на основании той информации, которая прозвучала на консультации. То есть покушаемся ли мы на свободу выбора клиента или мы не покушаемся? Потому что это опять-таки вопрос этики. И если говорить о том же исследовании, которое мы проводили, на сегодняшний день, когда практики начинают оценивать консультацию с точки зрения критериев качества, то есть что-то хорошее, допустим, как критерий консультации, или что-то однозначно неприемлемое, практически все говорят, что доминантный стиль работы на сегодняшний день считается плохим качеством. То есть давить на клиента, навязывать ему свою точку зрения, видение вопроса, или говорить, что если вы этого не сделаете, то есть, допустим, силы высшие вас накажут, это вообще высший пилотаж, хотя некоторые так делают. То есть на сегодняшний день считается правилом дурного труда. Потому что дело в том, что клиент, он в любом случае будет поступать так, как он считает нужным. И желательно, чтобы работа все-таки строилась не то, чтобы абсолютно в нейтральном ключе. Скорее, у клиента как результат консультации должна несколько прояснить ситуацию. Никогда ему говорят, делай так, а так не делай. Скорее, он должен получить вот эту информацию, что если он будет делать вот таким образом, будет, скорее всего, такое продолжение событий, если он будет делать иным образом, будет некоторое иное продолжение событий. И дальше он уже самостоятельно, желательно в успокоившемся состоянии, будет делать этот выбор. Уже как бы без торолога, вот желательно. Потом момент есть такой по поводу непредвзятого отношения. Но это вот очень интересный такой случай, потому что все задаются вопросом о том, насколько клиент, не клиент, а торолог должен быть нейтральным к той тематике, которую он рассматривает. И, конечно, вот, ну если мы говорим про идеальное, не про реальное, а про идеальное состояние дел, все говорят о том, что торолог, он должен быть в таком состоянии чуть ли не как Будда в просветленном, да, полностью нейтрально относящийся к любым вопросам, к любым тематикам, и это якобы сказывается хорошо на самом качестве его работы. Я вот здесь не совсем согласен с этим, потому что, нет, ну хорошо считать себя Буддой, да, но надо реально понимать, что мы очень далеко от такого состояния просветленности, поэтому, когда мы пытаемся быть нейтральным, мы довольно часто отключаем свою чувствительность. А человек, потерявший чувствительность, работать с картами на самом деле не может, он просто бесполезен, потому что он не будет считывать правильную информацию. Поэтому, скорее, речь идет о том, что у вас не должно быть какого-то предпочтения, какой выбор клиент сделает. Вот, скорее, вот про это имеется в виду, про нейтральность. То есть, если, предположим, человек разбирает некоторую ситуацию своих отношений, и у вас есть некая своя моральная точка зрения по поводу того, что с клиентом происходит, и вам хотелось бы, может быть, где-то изнутри, чтобы он выбрал вот то направление, а не это, желательно, чтобы это не звучало на консультации, потому что это будет влиять на выбор клиента, а выбрать он должен сам. Поэтому мы здесь все-таки стараемся быть нейтральными с точки зрения результатов его выбора, но понятно, что у нас есть некая точка зрения по поводу того, как правильно или неправильно, мы не можем это игнорировать. Это в любом случае будет. Дальше, интересно, такой есть момент, о котором вот тоже на сегодняшний день говорят все чаще и чаще. В психологии есть понятие осведомленного согласия. Что это такое? Это когда вы приходите, скажем, к психологу, и для того, чтобы заполнить какие-то анкеты или, допустим, получаться из какого-то исследования, и вам обязательно должны пояснить, что непосредственно с вами будет происходить, в чем вы будете участвовать, для чего все это делается. Это, опять-таки, исключительно этическое требование. И то же самое, допустим, я уверен, что слушатели знают об этом, что доктора всегда, предположим, требуют у нас чего? Чтобы мы подписывали информированные согласия, осведомленные по поводу любых манипуляций медицинских, которые будут дальше происходить. Это не потому, что снимает соответственность. Это потому, что просто человек имеет право осознанно согласиться на то, что он будет потом испытывать. Так вот второе, к сожалению, очень многие про это забывают. А на мой взгляд, это важный этический компонент. Почему? Потому что вы можете представить себе, если существует такое обилие точек зрения на то, что такое Таро среди самих тарологов, что происходит в голове у клиента? Клиент вообще ничего не понимает про карты. Вот он пришел, у него есть какой-то набор где-то оборванных там, там, кусочков информации из фильмов, из книг, из интернета. Как правило, он еще очень сильно подогрет свои собственные проблемы, и сказать, что он при этом не волнуется, это ничего не сказать. Он волнуется, во-первых, по поводу своей ситуации, которую он принес, и он еще точно волнуется по поводу того, что с ним будут делать. Потому что он может думать, что, допустим, сейчас он будет участвовать в сеансе спиритизма, он может думать, что сейчас ему будут озвучивать какой-то приговор судьбы. Он может думать о том, что ему там, пусть он просто будет его психологически как-то сканировать. То есть он не знает, что с ним будет происходить. И вот если таролог потратит какое-то время начало консультации и проведет с ним такой, но я это называю предварительный инструктаж. Обычно это занимает недолго, это буквально 3-4 минуты. Он просто объяснит свое видение метода, не общее, а именно свое, потому что он к нему пришел. Свое мнение метода и опишет ту процедуру, которая будет дальше происходить. Это уже очень большой шаг навстречу и очень хорошее этическое дополнение к общей практике, потому что, во-первых, клиент успокаивается. Он уже теперь беспокоится только по поводу своей проблемы. Он уже не столько беспокоится по поводу метода, потому что ему дали понять, что он участвует в чем-то, где его собственная воля, его собственная безопасность тоже учитывается, если мы об этом заранее проговорили. Дальше. Вот это то, о чем тарологи очень не любят говорить. Но дело в том, что у карт таро есть ограничения, как и у всего. То есть карты таро не любят, а могут не все. А, соответственно, если они могут не все, то, соответственно, клиенту хорошо бы понимать, то есть где пролегают вот те границы всевозможного в практике, которые действительно он может потом в своей жизни использовать. То есть предсказывает таро время или не предсказывает, потому что это одна из тем очень-очень сложных второй. И мы, допустим, в практике очень многие соглашаются, что предсказать точные периоды второй крайне сложно. Астрология в этом работает лучше, второй работает гораздо хуже. Потом, допустим, такой момент, можем ли мы отвечать на абсолютно все вопросы. Потому что, как правило, у таролога должен быть список неких запретных вопросов. То есть те, которые он точно не будет смотреть. Вот, например, я не буду там смотреть там, ну, что обычно считаются медицинские, считаются запретными вопросами. Медицинские вопросы. Ну, допустим, многие тарологи не смотрят здорово. Принципиально не смотрят. Некоторые тарологи, допустим, точно отказываются смотреть всякие истории про смерть и так далее. То есть, допустим, точно не отвечают на вопрос, когда кто-то умрет, как и от чего. Вот. Потом не хотят многие работать с несовершеннолетними. Потому что тоже определенная специфика. Дальше идут такие вопросы, как, допустим, участие в каких-то, ну, разборе жизни третьих лиц. То есть, допустим, что происходит у, там, не знаю, у любовницы моего мужа? Ну, вот, для многих это вообще абсолютно запретная тема. Они просто туда не идут, они сразу это обозначают, что это этический некорректный вопрос, мы это не смотрим. Сказать, что есть некий единый список запретных вопросов точно нет. Опять-таки, каждый мастер, каждая практика сам его формулирует. Но желательно, чтобы клиент про него знал заранее. Вот у меня к этому вопрос часто очень в раскладах таро, которые сейчас мы видим в соцсетях тоже. Что о вас думает эта персона? Это считается вмешательством в голову другого человека, в его мысли, или такая формулировка возможна? Я скорее в таких ситуациях, знаете, вот, задаю же такой вопрос, часто задают такой вопрос, но тут дело в том, тут надо очень понимать, что вы получите как ответ. Вы же не получите реальные мысли этого человека. Вы получите их в преломлении квирента, то есть вы получите то, что, ну, отдеркаливает квирент. Поэтому я на самом деле эти вопросы смотрю, я не считаю их этически некорректными. Другое дело, тут надо четко понимать, что мы не производим здесь никакой шпионаж, чтобы у клиента не было иллюзий, что мы сейчас залезем кому-то в голову, и там проверим вообще, кто в каких отношениях находится. Ну, неправда, так это не работает. Но получить общую картинку эмоциональную ситуацию таким образом можно. Ну, то есть очень важно просто, чтобы клиент уже разделял эту точку зрения. Многие мои коллеги принципиально не смотрят. Они не хотят, потому что, более того, это весьма чревато бывает, потому что торолога начинает триангулировать, его начинает втягивать в треугольник отношений. Вот, и дальше потом сначала пришел муж, потом пришла жена, потом пришла любовница и начинается. И бедный торолог, он, в общем-то, потом уже не раз, что он вообще во всю эту ситуацию влез и начал все это смотреть. Вот, поэтому я охотно понимаю коллег, которые этого не делают. То есть это, на самом деле, тема довольно скользкая. И еще, что нужно было бы сказать, ну, смотрите, если мы говорим про безопасность уже в данном случае, то здесь безопасность уже точно не магически-энергетическая. Здесь безопасность, скорее, может быть, юридическая, потому что ваша практика должна быть оформлена. Потому что если вы представляете услуги, эти услуги должны оказываться по законам той страны, в которой вы работаете. Соответственно, у вас, возможно, должен быть публичный договор, у вас должна быть какая-то официальная оформленность. То есть, ну, это уже скорее то, что от вас требуют большой социум для того, чтобы вас легализовать. Тарологи хотят быть легализованы. То есть многие из них говорят о том, что очень было бы хорошо, чтобы к нам относились точно так же серьезно, как к представителям других профессий. Поэтому, ну, вполне разумно, чтобы большой социум от нас требовал ровно то же, что он требует от всех остальных. А это платить налоги, это, соответственно, быть прозрачным в практике. Потому что, на самом деле, почему возникают проблемы? Потому что многие тарологи, они предпочитают оставаться в такой немножко дымке мистики. Потому что они считают, что это является традиционно правильным. Но дело в том, что все-таки, если мы претендуем на какое-то официальное признание, что ли, со стороны большого социума, оставаться в дымке мистики не получится. Надо прописывать публичный договор. То есть надо говорить про цены, а не говорить, сколько дадите. Потому что сколько дадите, это не совсем то. То есть тут начинается очень большое количество чисто юридических вопросов, которые желательно, чтобы они тоже были соблюдены. Потому что вот это, опять-таки, про безопасность. Знаете, вот тоже, я когда сейчас оформлялся, то есть вот нужно было, опять-таки, даже прописывать условия, при котором происходит возврат средств или возврат денег. Оказалось бы, боже, эзотерики так далеки от этого. Какой у вас разрез? Ничего подобного. Это услуги. А если услуги, закон требует, чтобы эти вещи прописывали. Соответственно, ну, приходится второго садиться и все это писать, если он хочет работать легально. И все-таки, вот если мы говорим про безопасность, наверное, самое здесь важное сказать о том, что очень сильно многое зависит от психологического типажа клиента, который приходит. Про это только недавно начали писать. Вот мы с коллегой написали, сейчас вот издали в прошлом году книгу конкретно про психологическую сторону таро-консультирования я и Константин Соколов. Вот есть такая книга «Таро для профессионалов» она называется, в прошлом году вышла. Там мы конкретно разбирали случаи, когда работа с определенным клиентом может быть опасна. Опасна либо для самого практика, либо она опасна для клиента. Но чаще для практики, конечно, потому что есть некоторые типажи клиентов, которые, ну, они просто оставляют после себя очень сильный токсичный след, и после этого таролог, если он не устойчив в своей работе, он может просто даже перестать желать быть тарологом, то есть даже оставлять практику. Либо же бывает настолько глубоко пораненные психологические люди, которые по ошибке приходят на таро-консультацию, и от этого ранятся еще больше. То есть это люди, допустим, с глубокой степенью травмы, для которых работа с символами, она просто становится опасным, потому что они могут проваливаться вот в эту воронку травмы, и потом их надо будет оттуда очень долго доставать и реанимировать. Или же, допустим, люди, которые имеют, это называется психотерапией, психотическую организацию личности, то есть которые не делают разницы между тем, что у них во внутреннем мире, и тем, что во внешнем. То есть я немножко поясню. Если я, скажем так, боюсь, что на меня нападут, это то же самое, что на меня нападают. То есть человек не видит разницы между своей внутренней реальностью и внешней. Если такой клиент придет на консультацию, на самом деле он никакой, во-первых, пользы оттуда не вынесет, во-вторых, ну, смотря еще с какой колодой вы работаете, если ваша колода мрачновата, скажем так, да, вы используете там какой-нибудь темный гримуар или там колоду там безумной луны, например, да, даже уэйт, давайте возьмем, как выглядит в нем, допустим, карта башни или карта там, допустим, дьявола. Ну, страшненькая достаточно. И человек с определенной психической организацией он может на эту карту среагировать абсолютно неадекватно. И потом после этого могут быть последствия. Ну, и я уже не говорю непосредственно про нарциссических клиентов или антисоциальных, которых называют социопатами. То есть такие люди приходят на самом деле не за информацией, не за консультацией, они приходят отыгрывать свои психологические паттерны на вас. И там на самом деле все равно, что вы им скажете. Потому что вот они могли прийти к вам, они могли прийти к астрологам, они могли прийти абсолютно к кому угодно, приходят они абсолютно по своим каким-то психологическим причинам. Если таролог вооружен данной информацией и умеет ее правильно пользоваться, он может себя в этом месте немножко обезопасить. Потому что, ну, не то, что мы прямо должны проводить психиатрическую экспертизу клиентов перед тем, как они к вам приходят. Но вовремя заметить странность, да, или заметить какую-то вот такую подозрительную с их стороны модель поведения было бы неплохо. Потому что иногда бывает не лишним свернуть консультацию прямо вот на десятой минуте. Ну, несмотря на то, что, допустим, у вас запланирован час работы. Потому что, если, допустим, вы начинаете понимать, что перед вами сидит социопат, дальнейшая вся ваша работа становится опасной. Вы, конечно, можете очень сильно стараться дальше ему угодить, вы можете очень сильно стараться трактовать ему карты, да, и пытаться донести на него информацию, но поверьте, он пришел не для этого совсем. Он пришел доказательно тем, что он вас контролирует, он будет заставить вас чувствовать то, на что он сам не способен, соответственно, вы будете испытывать страх, вы будете испытывать неудобства, вы будете испытывать стыд, и, соответственно, после консультации вы будете в абсолютно разрушенном состоянии, он же получит то, что он хотел, он самоутвердится. Поэтому вот эта вот информация, да, она все-таки для вас была бы очень полезной, если вот, знаете, все-таки все-таки есть вот это вот не совсем согласие, стоит ли психологию настолько глубоко интегрировать сторон. на мой взгляд, стоит. Почему? Потому что, ну, слушайте, мы можем, конечно, не признавать наличие у нас психики, да, и работать исключительно в какой-то магической парадигме, но когда два человека садятся напротив друг друга, начинают взаимодействовать, их психики взаимодействуют по психологическим законам. А раз так, ну, соответственно, тогда мы должны будем так или иначе эти все вещи учитывать. Их лучше учитывать, чем учитывать. Вот. Ну, наверное, вот с теоретической стороны, наверное, я бы завершился здесь. Угу. Геннадий, вот тут как раз вопрос есть. А как тактично сворачивать работу социопатичными клиентами? Я бы добавила, как еще распознать, как свернуть тактично над виду распознать? Ну, распознать, тут, наверное, сейчас мы не уложимся, да, вот в формат этого прямого эфира. На самом деле, есть абсолютно четкие описания, допустим, да, что собой представляет тот или иной тип характера, социопат. Ну, давайте я, может быть, в двух словах скажу, кто это такой. То есть, это человек, который, начиная с самого детства, рос в семье, где абсолютно не было никаких надежных опор либо защиты. То есть, его жизнь постоянно находилась в опасности. Как правило, это семья, где были довольно жестокие родители, которые его могли в один день за что-то поощрять или заниматься попустительством, а в другой день они могли, допустим, наоборот, очень жестко его за это наказывать. Ну, вот самый простой пример. Сегодня мама дает ребеночку кастрюльки, он в них играет, потому что она ему сама дала, а завтра эта же мама его за эти кастрюльки избивает. То есть, ребенок, он растет в абсолютно неконтролируемой среде, и у него вообще со временем появляется такое ощущение, что единственная ценность в этом мире это сила. То, кто сильнее, тот и прав. То есть, все остальные вещи, они абсолютно не важны. Мать, соответственно, не доделывает для этого ребенка еще одну очень важную вещь. То есть, она не учит его отзеркаливания эмоциональных состояний. То, что мать должна делать в отношении любого ребенка. Соответственно, у ребенка вообще нет понимания, что он что-то чувствует. Соответственно, как называется то, что он чувствует. И он этого языка лишается напрочь. То есть, у него нет вот этой возможности осознавать свои эмоции, их выражать. То есть, все, что он выражает, это, собственно, это вот эта сила, да, и желание давить, манипулировать и доминировать. Очень описываю криво, потому что, ну, стараюсь быстро это сделать. Дальше, смотрите, какой еще момент есть. В литературе часто пишут, что социопат – это человек без совести. У него отсутствует эмпатия. Это, опять-таки, из-за этого же поведения матери. И он не способен поставить себя на место другого человека и понять, что он в этот момент причиняет друг другу, допустим, боль. Вот, он на это не способен. Ну, и очень много их всегда в криминальных структурах социопатов. Почему? Потому что они всегда проверяют границы дозволенного. То есть, они стараются, в общем-то, стать всех сильнее и всех победить. Вот. И если их ловят, они, на самом деле, никогда не испытывают раскаяния. Все, что они испытывают, это то, что, к сожалению, что их поймали. А вот сейчас представьте, к вам такой вот персонаж пришел на консультацию. Что он от вас будет хотеть? Ну, точно он от вас не будет хотеть абсолютно никого торопа. Его задача... То есть, знаете, у многих клиентов есть очень интересная такая история, да. Они же все время считают, что любой практик эзотерики, он же такой, вы знаете, всесильный товарищ, который обладает каким-то скрытым знанием. Они смотрят со стороны, как вот на кого-то, кто изначально более доминирующий, чем они сами. А социопат это будет проверять. Он будет задавать каверзные вопросы. Он будет стараться давить. Он будет вызывать вас на какие-то неловкие эмоциональные состояния. Он будет бомбить на предмет того, чтобы вы начали делиться личной историей. Если вы будете это делать, он будет обесценивать тут же. Его задача вывести вас в максимально неконтролируемое максимальное состояние. Так как он сам чувствовать не может, ему важно, чтобы чувствовали вокруг него. Вы понимаете, что это не про Таро вообще. Он отыграет всю эту свою схему, он получит удовольствие, он уйдет, вы после этого будете разрушены. Абсолютно. На самом деле это вообще стоит очень больших усилий. И я не сразу, честно скажу, научился это делать. Но сейчас, когда я вижу социопата на консультации, я говорю, что все, извините, мы дальше не работаем. Второе, это не ваш инструмент. До свидания. То есть вы просто так говорите? Да. Или как? Как раз вопрос так тактично свернуть? Нет, понимаете, это тактично. Я объясню почему. Потому что, смотрите, дело в том, что точно не надо раздавать диагнозы. Не надо говорить, вы социопат, до свидания. Ну это точно нет. Вот это как раз считается неэтичным, потому что он пришел абсолютно не за психодиагностикой. Но вы можете остановить консультацию. Понятно, что вы за нее не будете брать деньги, если вы взяли их, надо вернуть эти деньги, потому что вы работать не будете. Но дело в том, что он вас выбивает в такое состояние, в котором вы работать не можете. Ну не может вот при социопатии сформироваться правильная связь между клиентом и практиком для того, чтобы вот эта работа все-таки состоялась. Учитывая, что социопат другого языка кроме силы не понимает, все, что вам остается, это отстаивать свои собственные границы. Поэтому сказать, допустим, что извините, я ошибся. То есть вы абсолютно не тот клиент, или точнее карты Таро это не тот инструмент, который могут вам помочь. Соответственно, я прошу прощения, что я у вас отнял время, вы у меня отняли время, мы с вами на этом завершаем. И ни миллиметра, ни в какую сторону не сдвигаться, потому что он на этом не отстанет, он уже будет дальше пытаться. Дальше, скорее всего, будет такое. Ну что же, вы же так хорошо начали, с чего вы сейчас пугаетесь? Вот это, скорее всего, социопат вам ответит. Здесь очень важно вы даже сказать, тем не менее, мы с вами завершаем. Спасибо, до свидания. Чем быстрее вы закончились, чем сохраннее вы выйдете из всей этой истории. Потому что, если вы будете продолжать вот здесь играть, и не дай бог, вы будете его уговаривать, что на самом деле, если он растает, и он будет на самом деле что-то чувствовать, и вообще, что все люди-братья, он вас просто разнесет. То есть у вас вообще ничего не останется после такой консультации. Главное еще не спасать его, да? Тут и торологу нужно не в эту игру. Спасать придется торолога, а не социопата. Социопата спасать не надо. Более того, вы знаете, даже в той же психотерапии есть мнение многих терапевтов, которые считают, что социопатический характер на самом деле не подлежит терапии. Даже. Не говоря уже о том, что мы говорим с вами о тороконсультировании. Поэтому здесь, ну точно я бы не старался подменять психотерапевство. Или психиатра, да? То есть здесь точно это не наша задача. Если мы видим, что перед нами клиент, для которого карта Таро оказывается бесполезным инструментом, ну надо так и сказать. И надо завершить работу. Это тоже будет этичий, на мой взгляд. Угу. Интересно очень. Такой другой слой. У меня есть вопрос, который задавала девушка. Вот как раз из-за которого я решила все-таки вам написать. Вопрос. Я сразу отскочу в другую тему. Про то, кто может заниматься Таро и вообще разными другими эзотерическими дисциплинами. Есть ли какие-то ограничения? Потому что есть школы, например, вот у нее вот в примере, что только после сорока или сорока двух лет возможно начинать практиковать всерьез, потому что здесь вступает тема кармы, видимо, какого-то разрешения или чего-то иного. Как вы смотрите на такое видение? Как бы вы могли прокомментировать? И есть ли какие-то вообще ограничения по возрасту либо какие-либо другие для тарологов и для каких-то свежих дисциплин? Ну, наверное, два момента здесь важно сказать. Смотрите, я начал практиковать в 19-е. Колоду мне подарили в 14-е. Ну, это к разговору про возраст. Сказать, что... Более того, я хочу сказать, я самоучка, я не учился у кого. Потому что на тот момент ничего фактически не было, и все, что оставалось, это можно было учиться по группам. Потому что, ну, в Минске на тот момент не было школ, ну, по крайней мере, я про них ничего не знал. По поводу вот этого вопроса про карму либо про возраст. Есть ли эта школа магического направления? Наверняка у них есть объяснение, почему нельзя. Я не согласен, что нельзя. То есть я не считаю, что сорокалетний практик, он однозначно лучше, чем, допустим, практик 20-летний. Нет, абсолютно нет. Другое дело. Понимаете, это же тоже очень интересная вещь такая. То есть вообще, если мы рассматриваем что-то с точки зрения кармы, карма же у нас вообще пожизненно с нами присутствует. Это не то, что ее не было до сорока, а после сорока она вдруг появилась. Она с нами всегда, на самом деле. Это то же самое, знаете, как принято говорить, есть кармические вещи, есть некармические вещи. Нет, если все-таки мы в этот ракурс заходим, то все вещи кармические. Коль уж они с нами уже как-то присутствуют, они на нас влияют, а мы их выделяем как некое событие, то есть это уже кармическое. Говорят, допустим, кармические отношения и кармические отношения. Если вы человека запомнили по имени, и вы с ним общаетесь больше двух-трех раз, это кармические отношения. Уже все по определению. То есть кармические отношения это не хорошие или плохие отношения, это долгосрочные отношения. Вот, если уже на то пошло. И поэтому вот здесь однозначно говорить, что карма дает какие-то запреты, я бы не говорил об этом. Во-первых, если вам карма дает запрет на занятие такими практиками, и вас в них не подтянет даже. Если вас туда тянет, я не думаю, что это какая-то кармическая, есть здесь какое-то кармическое ограничение. Другое дело, что чем отличается, допустим, человек в 20-40-летнего? Ну, они, эти два человека, проживают точно разные возрастные периоды, у них разные кризисы в данный момент. Но точно 20-летний человек, скорее всего, будет иметь тенденцию такой более маниакальной работы. Он будет более смелым, будет, допустим, больше каких-то вещей пробовать, таких, которые, допустим, 40-летнему ему будет уже неинтересно в возрасте пробовать. И, может быть, у него не будет очень хватать опыта, может быть, у него не будет хватать, допустим, какой-то жизненной философии. Это не значит, что нельзя работать. Я бы не говорил, что нельзя работать. Я знаю, что некоторые школы не берут людей до 18, но тут понятно, почему. Потому что есть законодательный момент. То есть, ну, если вы кого-то обучаете, то человек хотя бы должен быть совершеннолетним, потому что у нас же это и подросткам очень интересно. Они же тоже хотят вот такого рода вещи, поучаствовать в этом, да, каким-то образом разобраться. Но подросток, на мой взгляд, не готов к подобным практикам. Но если он все-таки как бы с большего, чуть постарше, да, то я думаю, что, по крайней мере, ну, точно он может пробовать это делать. Дело в том, что здесь же еще есть такой момент, как самоотсеивание системы, знаете. То есть вам карты не дадутся. Вот если вы как бы к ним совсем вот никак, ну, не имеете никакого отношения, вы можете, конечно, попробовать, вы их можете выучить, но практика у вас не пойдет. А как понять, что карты... Это то самое, что психология. Как понять, что карты дались или что не даются? Это... Вы продолжаете это делать или нет? Я бы только так сказал. То есть насколько у вас есть все еще устойчивое желание этим заниматься? Потому что если вы попробовали год, а потом, допустим, вы колоду отложили, вы больше дальше не хотите этим заниматься, причем не потому, что вы травмировались, потому что бывают такие случаи, что вы травмировались, тогда, по идее, нужна супервизия, надо разбираться, что с вами произошло, потому что если этот момент проработать, может быть, вы бы вернулись в практику. Нет, просто вы утратили интерес, нет энергии больше, вы не хотите. Ну, это не ваша система. Как интересно. Это, знаете, вот, существует же... И что вы делаете, что это было? Ой, извините. По поводу денег. На мой взгляд, точно не бывает некой единой цены. У нас вообще, если мы говорим про эзотерические услуги, ну, вот я вторую не очень знаю, в астрологии разбежка от бесплатно до 4 тысяч долларов за консультацию. Смотря к кому попадете. То есть если астролог раскрученный, он именит, он понятно, что он будет брать огромные деньги за это. Будет ли консультация качественно отличаться, я не думаю. Это будет примерно то же самое. Но астролог сам решает, сколько он... Или астролог сам решает, сколько он выставляет в цену. Клиент должен согласиться на эту цену. Просто он должен согласиться на нее прийти, да. Есть тенденция такая, что, допустим, молодые практически ставят меньше. Вот. Я против работать бесплатно. Я объясню, почему. Потому что дело в том, что когда клиент оплачивает вашу консультацию, у него появляется вторичное разрешение делать с этой информацией все что угодно. Это не потому, что энергетически так. Это чисто психологическая вещь. Потому что если он вам не заплатил, у него остается вот эта вот история о том, что я что-то должен. То ли я должен как-то поступить особым образом, то ли я как-то должен с этой информацией обойтись как с особой сакральной информацией. Я должен как-то, не знаю, исходя из этого, как-то изменить свою жизнь. Он ничего не должен. Если он оплатил, все, он уходит с более как бы чистой душой, он спокойно дальше с этим может делать все что угодно. Деньги – это тоже элемент, вот как психологи говорят, элемент сеттинга. То есть элемент границ между торологом и клиентом. И это позволяет сделать отношения более прозрачными, соответственно, более безопасными, генетическими. Поэтому цена может быть любой, но она должна быть понятной, она должна говориться вначале, и клиент на нее должен осознанно соглашаться. Как интересно, из чего она складывается? Это уже, да. Я хотела сказать, что это разрешение торологам или любым эзотерикам. Я знаю, что у начинающих специалистов всегда, ну не всегда, но очень часто есть проблема с тем, что брать деньги я не могу за это. Ну и потом есть мнение, да, что дар должен быть бесплатным. А это прекрасное разрешение человеку все-таки понимать, что он дает тогда право человеку распоряжаться информацией. Как интересно. Так, я бы... Есть такая... Да, да, простите. Я вот уже и так. Скажите, пожалуйста, онлайн Таро имеет место на жизнь информативно? Да, да, очень даже. Особенно в период пандемии многие торологи просто пришли к необходимости работать онлайн, потому что, ну, уже личный прием, к сожалению, стал невозможен. И вы знаете, на самом деле, вот исследований на эту тему нет. Но тем не менее, ну, я думаю, что вы все знаете, что существовали и существуют где-то, но не во всех странах, допустим, колл-центры, где вам раскладывают карты по телефону. Не обязательно карты, кстати, астрологические тоже с вами работают по телефону. Точно абсолютно так же все работает, потому что у клиента, у него есть идея о том, что ему надо сдвинуть колоду своей собственной рукой, чтобы получить достоверную информацию. Нет, не важно, кто будет сдвигать эту колоду, абсолютно не важно. Здесь, похоже, работа другими немножко механизмами. Вот из моего опыта, что имеет значение, информация должна касаться тех людей, которые присутствуют в этот момент в диалоге. Соответственно, не надо, как я привожу многим клиентам пример, спрашивать вопросы про Антонио Бандераса. Если мы не знаем ничего про Антонио Бандераса, спрашивать про него бесполезно просто. Мы должны спрашивать о тех, кто имеет отношение к клиенту, то есть который находится в его, ну, собственной мифологии. Вот тогда это имеет смысл делать. Будет ли это сдвигать торолог в колоду или будет это сдвигать клиент? Поверьте, никакой разницы нет. Единственное, что онлайн-формат, он не дает клиенту видеть символы. Торолог, конечно, может настроить две камеры или он, допустим, может показывать некоторые карты в экран. Это хорошо, потому что у клиента должна быть вот эта возможность видеть символический ряд, потому что это тоже очень здорово влияет на бессознательный, помогает клиенту продвигаться, новый смысл получать. Поэтому да, очень много сейчас онлайн-работ, очень. И очень актуально. Вот еще вопрос. Можно ли себе делать расклады? Можно, но не сильно полезно. Смотрите, не потому что нельзя. Можно. Ну, а кто же вам запретит? И тем более, более того, в этом нет никакой, ну, там, не знаю, ну, система ни одна, я не слышал, чтобы одна школа вообще запрещала это делать. Другое дело, ну, вы хорошо понимаете, что такое карта Таро. У каждого символа, ну, минимум 10 значений. Ну, минимум, да, то есть, а то и больше. И когда вы раскладываете себе, у вас, безусловно, есть некое бессознательное желание получить какой-то определенный ответ. И сказать, что вы считаете карты для себя точно, вот точно это будет гораздо меньшая степень точности, если, допустим, для вас будет кто-то другой раскладывать. Поэтому лучше свои собственные расклады нести коллегам. Если, как бы, нет возможности коллегам. Ну, я смотрю что-то иногда, но я обычно прошу, чтобы посмотрели мне, потому что, если вопрос важен, то есть мне лучше послушать мнение человека со стороны, это будет гораздо точнее, чем я сам себе посмотрю. Карты-то выдадут одинаковую все равно историю, просто там дело в том, что я считаю ее не точно. Скорее вот в этом дело. Вот интересный тоже очень вопрос. Будет ли объективный расклад такой, когда испытываешь эмоции к ситуациям, о которых вопрошаешь? Если эти эмоции испытывает клиент, а торолог находится с большего спокойным эмоционально настроем состояния, безусловно, будет. Это и есть наш основной формат работы. Клиент приходит встревоженный, и его задача в ходе консультации, ну, хотя бы немножко успокоиться. Торолог ему это помогает, потому что он ему делает панорамный анализ всей ситуации, и клиент, он из туннельного своего зрения выходит в более такую вот спокойную панораму, ему становится легче. Если торолог находится в звенчатом состоянии, нет. Я бы не рекомендовал работать, потому что, ну, будет некачественно. Будет некачественно, потому что вы будете вырывать из контекста абсолютно не те значения, вы не сможете настроиться на ситуацию. Поэтому, знаете, вот опять-таки, к разговору о безопасности. Чем более спокойно и безопасно ощущают себя все участники всего этого процесса, и клиент, и торолог, тем будет качественнее работа. Если взвинчен клиент, торолог спокоен, работа будет сложновата, но она возможна. Если взвинчен торолог, работа не будет. Я тут поняла еще, может быть, спрашивается, к примеру, да, как я поняла вопрос еще дополнительно. Вот торолог вытаскивает, к нему приходит с запросом, да, там, про отношения, про деньги, а у него, возможно, у самого есть какая-то своя история, связанная с этой темой. И вот так случилось, что для него это эмоционально заряженный вопрос. Может быть, он сам-то и спокойно вопрос оказался, как бы всегда... Это как раз к разговору, помните, мы вначале с вами говорили про список запретных вопросов. Если вот конкретная тематика торолога триггерит, ну вот не может он на эту тему работать, вот у него есть какая-то определенная там, там, не знаю, своя сложность, или вот ему эта тема крайне не симпатична, он должен отказывать клиенту сразу. Бывает так, что его затриггерило в течение работы, то есть он на самом деле на такие вопросы отвечает, но именно с этим клиентом почему-то его начинают очень сильно эмоционально взвинчиваться. Это вообще тогда вопрос, это уже дальше чистая психология, и это термины переноса, контрпереноса. Это вот есть такой смысл, я поясню немножко в двух словах, то есть перенос – это чувство, которое мы испытываем к человеку сейчас, но которое на самом деле адресовано кому-то из нашего прошлого. Просто наша психика делает сличение, и она видит похожие вещи. И тогда второй человек, то есть тот, на кого направлен перенос, он может еще чувствовать контрперенос. То есть это идет обратная история. То есть я начинаю вести себя так, как если бы вел себя человек из прошлого, вот этого клиента. И вот здесь на самом деле можно в такие дебри уйти, потому что, я приведу пример, чтобы было понятно. Смотрите, предположим, у клиента была очень насмехающаяся, карающая мать. И он ведет себя каким-то таким интересным образом в течение консультации, что я начинаю над этим клиентом как-то насмехаться. И начинаю вести себя очень обесценивающе, хотя мне это не свойственно. То есть я вообще не такой человек. Но почему-то данный конкретный клиент мне провоцирует на такое поведение. Вот это вот реакция контрпереноса. Потому что он видит во мне вот эту карающую, насмехающую мать, а моя психика начинает из контрпереноса подыгрывать. Я начинаю вести себя несвойственным мне образом. Другое дело, что эти вещи надо, конечно, отслеживать по возможности, если такое получится. Нужно ли тогда тарологу тоже иметь, не знаю, своей встречи с психологом, чтобы как-то он научил это все? Ну, вот здесь меня коллеги побьют, я считаю, это необходимо. Но тут не все согласны, конечно, с этим. Потому что, слушайте, мы работаем своим внутренним миром. Все равно таро – это инструмент, это один из инструментов. Второй инструмент – это наше собственное внутреннее состояние. И чем больше там порядка, тем будет качественнее работа. Ни одному клиенту не будет хотеться, чтобы ему, знаете, продавали какой-то психологический материал самого таролога. Это никому не интересно абсолютно. Клиент про себя пришел, что-то узнать, а не про таролога. Если таролог не может свою собственную психику в этот момент отодвинуть в сторону и работать прозрачно как инструмент, ну, тогда это разговор к его профессиональной компетентности тоже. Поэтому я считаю, что это крайне было бы полезно. Ну, в моем понимании я, конечно, сильно испорчен психотерапией. Я считаю, что это необходимо. Но я не буду говорить, что это необходимо. Но я точно вот пропагандирую вот эту точку зрения, что нету никакой опасности абсолютно при интеграции психологии карт Таро. О чем говорят многие мои коллеги. Они считают, что Таро исчезнет, если оно будет интегрироваться в психологию, станет, допустим, какой-нибудь методикой типа ассоциативных карт метафорических. Не станет. Все-таки Таро работает совсем по другому принципу. И поэтому он все равно останется отдельной практикой, отдельным направлением. Поэтому я бы здесь вот этой опасности на самом деле не подчеркиваю, не усугублял. А то, что психология может правда дать огромную пользу как практику, так в принципе и клиенту, ну, на мой взгляд, это точно. И более того, я хочу отметить такой момент, что все-таки вот согласно исследованию вот этой переписи Таро населения, которую мы проводили, сегодня второй профессией у большинства Тарологов является психология. А если нет, они к этому стремятся. То есть, соответственно, тенденция к этой интеграции она уже во все идет, и я думаю, что не сильно она остановится. Поэтому я думаю, что нас ожидает еще больше вот этой вот интеграции в будущее. Ай, как прекрасно. Но я вижу, что еще есть один вопрос. Я знаю, что вы мне говорили, что у вас есть час только, да, поэтому успокойся там. Давайте, давайте, я еще ответил. Ответим, да. Один вопрос. Вот влияет ли день, ночь, фаза луны на правдивость расклада? Вопрос замечательный. Я бы его даже, знаете, вообще расширил немножко и больше сказал. А мы, к сожалению, вообще ничего не знаем о том, что влияет на правдивость расклада. Это если совсем по-честному. Знаете, я объясню. Формат второго консультации очень редко предполагает обратную связь. Это хорошо, если клиент вернулся спустя время и сказал, ой, вы знаете, все, что вы мне сказали, оно сбылось. На самом деле, многие не возвращаются, вообще ничего не знаете про это. То есть, вы что-то сказали человеку, он ушел и больше ничего про это, вам, ну, по обратной связи не вернул. Иногда возвращают, что сбылось. Иногда и возвращают, что не сбылось. От чего это зависит? Вот на сегодняшний день по-прежнему понять невозможно. Я делал одно исследование, мы пока просто не публиковали данные, что я в своей, кстати, вот этой книжке, да, о которой мы говорили в начале, там я вообще написал, что Тару карты будущие не предсказывают. Ну, ладно, это был 2014 год, беру слово обратно. Предсказывают. Предсказывают карты Тару, все-таки будущее, и вот это исследование это подтверждает. Если мы говорим про краткосрочные расклады, точность прогноза 75% получается, согласно этому исследованию. Там именно брали обратную связь у людей, мы просили их задавать вопрос, мы проверяли через месяц, что получилось, и считали там уже дальше процентную точность. Но дело в том, что почему в некоторых случаях это срабатывает, а в некоторых случаях это не срабатывает, вам ни один таролог не скажет. Это вот по поводу, допустим, на ночь глядя, по поводу религиозных праздников, по поводу фазы Луны, по поводу, допустим, каких-то особенностей транзитов в личном гороскопе. Это вообще такая неисследованная тема. Я думаю, что влияет, но я не готов сейчас дать ответ, каким образом это влияет. Я думаю, что, может быть, у коллег есть какие-то гипотезы, ну, допустим, я сам эту гипотезу записывал, что не стоит в религиозные праздники, допустим, гадать, ну, или там раскладывать карты. Я не думаю, что это нельзя, просто там идет чуть-чуть... Вы знаете, какая была гипотеза, что из-за того, что идет очень много ритуалов религиозных в этот момент, ну, принято говорить, что якобы тонкий мир немножко там взбудоражен, соответственно, информация будет приходить как в шторм, то есть более искаженная. Но гипотеза, это же никто не проверял. Никто же не делал, допустим, вот этого исследования и не смотрел. А правда ли действительно, что там будет потом более искаженная информация, чем, допустим, в обычный любой день? Но спасибо за этот вопрос, это очень интересно, на самом деле. И мы, когда это исследование завершим, я думаю, что обязательно поделюсь, потому что, я думаю, там и тема вопросов зависит, это зависит и даты, и зависит... Там очень-очень много от чего зависит, когда сбывается, когда нет. Вот у меня на сегодняшний день есть такая точка зрения, опять-таки не могу доказать, доказать, что вопросы абстрактные из серии, что будет в стране, в Таро не работают. Тоже, опять-таки, на меня сейчас многие коллеги обидятся, потому что они строят свою практику на таких вопросах, но я не вижу подтверждения, что это срабатывает. Поэтому, если, допустим, человек спрашивает, что будет со мной в этой стране в течение вот такого промежутка времени, это абсолютно закономерный вопрос Таро. А что будет со страной, это просите вопрос к кому. То есть страна – это огромное количество людей, и, соответственно, там нельзя получить некую общую единую карту, допустим, на всех, чтобы какие-то писать исторические события или, допустим, коллективные. Хотя можно получать такую информацию, но это, предположим, если вы делаете выборку по большому количеству клиентов, которые живут в одной стране, задают вам одинаковые вопросы, видите, одну и ту же тенденцию всех. Вот тогда можно делать выводы о том, что это коллективный какой-то прогноз. А так вот просто спрашивать, что будет, допустим, в этой стране в ближайшее время. Но люди спрашивают. Но я не уверен, что система в этот момент дает хорошие адекватные ответы. Геннадий, вам пишут благодарности. Геннадий, спасибо. Большое удовольствие вас слушать. Очень разумная вещь. Спасибо большое. На самом деле я бы слушала вас просто часами без остановки. И если получится когда-нибудь еще с вами сделать эфир, мне кажется, это будет очень интересно, если у вас будет возможность. Огромная вам благодарность. Очень интересный эфир. Я обязательно сейчас буду сохранять. Надеюсь, что все хорошо. И он сохранится. И мы вас всегда приглашаем. Геннадий, может быть, кто-то напишет вопросы какие-то, которые хотел задать и не успел на будущее. Мне бы очень хотелось, потому что тема очень интересная. И на самом деле есть огромный простор для каких-то тем, которые мы можем принимать. Да, правда, правда. Спасибо большое за то, что вы нас слушали. Яна, спасибо за то, что вы меня пригласили. Очень приятно. Спасибо огромное. Я думаю, что точно встретимся еще. Да, с удовольствием. Спасибо большое. До свидания. Да, до свидания. До свидания. Спасибо всем за участие. Отлично. Хорошо. Буду закрывать я тоже эфир. Пожалуйста, пишите ваши вопросы. Спасибо огромное. Спасибо большое. Вот пишут благодарности. Огромное спасибо. Пожалуйста, если есть какие-то еще комментарии, вопросы, пишите прямо в комментариях в эфире. Я попробую сделать так, чтобы и Геннадию она на страничке осталась, это видео. И мы будем смотреть. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...